здравствуйте уважаемые только что я писал информатику и до меня дошла очень интересная мысль о запорожских блогеров блогерах наталья журавлёва очень обижается когда от нее отписываются я ее понимаю я тоже но я скорее удивляюсь да чем обижаешь это ведь надо зайти на канал нажать кнопку отписаться я человек ленивый я этого никогда не делал даже если хочется это слишком сложно для меня и тут вот я думал думал и придумал как повысить рентабельность всех запорожских блогеров ну точнее трех по меньшей мере один запорожский блогер имеет окно с очень высокой рентабельностью и я предлагаю тебе один запорожский блогер на которого хотели снять обзор другой запорожский блогер но это я предполагаю что именно на тебя запорожский блогер хотели снять обзор я ни в коем случае не своровал идею на обзор запорожского блогера у другого запорожского блогера Да, Марин, я сейчас говорю, что я у тебя идею не своровал. На самом деле, просто, если тот запорожский блогер, у которого окно очень рентабельно, договорится, собственно говоря, с остальными двумя на его аренду, где-то гривен за 200 в месяц, то будет неплохой прирост капитала. Ну, я думаю, там будет только от 250 до 200, где-то в этом диапазоне. Но я не уверен, согласится ли запорожский блогер сдать это окно в аренду, ведь тогда ему останется только форточка. А довольно странное зрелище, когда три человека берут и снимают из одного окна, и один при этом из них в форточке. Я всё посчитал. Здесь вот у нас формула есть. У меня есть калькулятор специальный, который я написал на Пайтоне. Да. Да, вот здесь вот всё, всё чётко прописано. Вводить синус за килограмм цукерок. И вводить синус за килограмм пищева. Цена за КГ от цукерок у нас будет 60. Нет, мы же договорились на 200. Так, теперь 250, 250, есть. А теперь смотри, вводить синус пищева за КГ. И, грубо говоря, форточка. То есть ещё 100 можно докинуть, да? Недостатнюю грошей. Теперь забудьте всё, что я сказал, потому что это калькулятор для подсчёта денег при покупке печенья. Он может помочь купить колбасу. Это может понадобиться другому запорожскому блогеру. А теперь осознайте. Это контент для Миши Потапенко. Потому что он будет проходить мимо дома, из окна которого торчит три запорожских блогера. При этом это будет очень интересная картина. Это будет шок-контент для Миши. А также это будет для тех запорожских блогеров неплохой контент. Потому что Миша, он магическим образом умеет проникать везде и брать интервью. И вот он вот так вот, вот так вот подползёт, короче, как ну. Я, кстати, не знаю, на каком этаже живёт Валера Вичев и такой. Здравствуйте, здравствуйте. А что вы пожелаете запорожцам? И потом они такие, а, все испугаются внутри. Миша такой, ну что не так? Девятый этаж, но я просто на велосипеде. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!